В Антарктиде обнаружили новую гигантскую трещину длиной 10 километров. Кто-то пишет. Эта чертова белка с орехом слишком далеко зашла. Как вы себя чувствуете? Волшебно, доктор. Что вы мне дали? Мы дали вам поспать. Вау. С вас пять тысяч. Мой домашний ежик. Прикольная собака. Что я говорю, какая собака? Это же домашний ежик. Гарри Поттер Начало. А где волшебная палочка? Мастер фотошопа. Да что вы, какой фотошоп? Просто парень походил в качалку недельку. Болезнь 21 века. Дошла и до котов. Какашка принцессы. 50 рублей. Чего? И кто это покупает? Хотя, наверное, я бы попробовал, интересно. Наши девушки сногсшибательные. А сногсшибательные в прямом смысле. Когда во время чтения попалось твое имя в рассказе, Марк пишет. А у тебя имя Абраджуль Хадазамарат. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Макс. И в этом ролике у нас с вами будут мемы. Я тебе покажу, как раки зимуют. Говорит, видимо, рак. А прикиньте, кто-то связал для рака перчаточки. И я даже не знаю, как это назвать. Кофту. Дебилы. Самая мощная организация в мире. У них везде свои люди. Просто Дэдпул держит спрей от насекомых перед Человеком-пауком и Человеком-муравьем. Теперь ты видел всё в этой жизни. В начале года. В середине. В конце. Алексей пишет. На каникулах. Что бы вы сделали, если бы ваш ребёнок сделал подобное? Кто пишет? Сохранила бы и давала бы каждый раз по кусочку, когда он попросит деньги на завтраки в школу. Я не знаю, что тут происходит, но походу тут будет сейчас битва с боссом. Когда природа рисует лучше меня. Блин, красивая птичка. Прикиньте, такая сиранёт. Съехал от родителей. В избушку, блин. Окей, Гугл. У кота. У кота слезятся глаза. У кота слюни. У кота сломался урчальник. Всё гениальное просто. И он всё равно потеряется. Вот стопудово. Не получится. Ты рано или поздно забудешь сложить твоего, и он у тебя потеряется. Или он прям там потеряется, в этом кармашке. Моя сестра с подругами бросила вызов папе с друзьями. Вот результат. Самый нижний папа, по-моему, сейчас станет плоским папой. На такой качеле я бы катался бесконечно. И ещё спать тут можно. Хотя нет, спать тут хреново, потому что дождь, комары, мороз, ураганы. В этой жизни можно отыскать что угодно, только не ценник от нужного мороженого. Кота пишет, с пельменями та же история. Уже очень скоро. Капец, только недавно начиналось лето. Я вот точно помню, только недавно был май, июнь, а сейчас уже скоро Новый год. А потом снова следующее лето, а потом снова Новый год. Как же быстро бежит время. Вы в танцах, кто-то пишет. Я так сегодня по улице ходила, и одна тётка перекрестилась. Спокойно. Я тысячу раз так делал. Чувак, ты тоже не поцарапаешь стекло? Да, да, точно, я ювелир, скажет он. Высоко не тянуть, два сантиметра и хватит. Надо с линейкой идти в туалет. Хотя если тебя запалят, как ты идёшь в туалет с линейкой, могут подумать что-то странное. А ты бы так смог за 420 тысяч рублей в месяц. Кто-то пишет, за такие деньги я и стаканчик бы проглотил. Всё для людей. Половина проехал, половина пробежал с препятствием. Ну, в смысле, по пандусу этому. Кратко о том, почему мне больше не разрешают готовить. Я всё понимаю, но как он умудрился пробить потолок этой кастрюли, или сковородой, или чё это такое? Что тут произошло? Нас не остановить. Это фигня, я видел то же самое, только скейт был. Вы, наверное, тоже это видели в прошлом выпуске. Через это проходил каждый пацан во дворе. Пирожок не купил, пулю получил. То есть она встаёт, берёт этот пулемёт в руки и орёт, типа, все быстро покупаем пирожки. Все делали это. Безусловно. Аккумулятор уже украли. Кто-то пишет. Раз у тебя аккумулятор украли, тогда, кажется, тебе тоже не нужны. Упс. Блин, где же она? Не могу достать. Вот, держи. О, спасибо. Владимир пишет. А почему жена на нижней полке спит? Не понял. Потому что кровать очень узкая, вот и всё. Сестра сегодня купила кофту с такой биркой. Бережно стирать в машинке до 40 градусов. Носить с удовольствием. Больше отдыхать. Не переживай по пустякам. Наслаждаться жизнью. Если я иду домой, когда темнеет, то для меня каждый прохожий маньяк. Знаете, когда я иду домой, мне наоборот кажется, что проходящими меня девушки или бабуськи вчитают меня маньяк. Это могли быть мы с тобой. Но у тебя нет шизофрении. А очень жаль. Испортили фотку мужику. Девушка, чё вы дразните мужика? Отойдите. Не мешайте. Кто выше, тот и главнее. Это самая главная дорога. Зачётный косплей. Только у верхнего ксеноморфа, по-моему, как-то совсем уж слюни обильно текут. А мальчик и мимоется. Не обязательно быть спортсменом, чтобы получить разряд. Кто-то пишет. Не каждый может похвастаться, что ему стукнуло 220. Чувствую неловкость каждый раз за каждого человека, который пытается рассказывать историю в шумной компании, но его никто не слушает. Всегда стараюсь обратить своё внимание к этому человеку. И чаще всего это срабатывает. Человек улыбается и с облегчением рассказывает уже мне одной. Кто-то пишет. Я думал, я один таким образом собираю плюсики в карму. Почувствую разницу. Девушки. Работа в спортзал, вечеринка, прогулки, дом. Парни. Работа в спортзал, вечеринка, прогулки, дом. Ну я тоже дома, часто босиком бегаю. Нафига, дома тапочки. Смысл какой в них. Вроде ровно. Ну, примерно, да, ровно. А у вас бывает такое чувство, будто сзади вас кто-то стоит? Друзья мои. Поглядите сейчас редко назад и посмотрите, вдруг кто-нибудь за вами стоит. Кусочек. Прикольно. Потом у него родится ещё один ребёнок. Придётся покупать майку, где нет одного кусочка, а потом третий ребёнок. Ну и в общем. Ну вы поняли. Я женщину люблю полгода. И к ней испытываю страсть. Но я в её глазах, походу, говна-лопаточная часть. Прекрасный стих. Александр Сергеевич, спасибо вам большое. Шикарная борода. Блин, если это было по умолчанию так и кота не красили, то это очень необычно, по-моему. Чего только не покажется. Так, друзья мои, кто тут видит привидения? А кто тут видит Дональда Дака? Я вижу привидения в жёлтом лифчике. Дай бог здоровья тому, кто это придумал. Я даже не знаю, в какой стране такое бывает, но это круто, реально. Может быть, когда-нибудь у нас такое тоже ведут. И в метро ещё желательно. Хотя метро мало где есть, а вот автобусы есть везде. Кот Горыныч говорит нам мем. Это всё фигня, меня больше волнует состояние нижнего котика. Неужели ему удобно? Если бы на меня сверху навалилось бы два человека, я бы хрен уснул. Врач увлёкся. Врач просто хотел пойти в художественный, но стал врачом. Говорят, если девушка похожа на отца, она будет счастлива. Весьма спорное заявление. Что-то тут не так. Даже не знаю. Ну, друзья мои, ставьте лайк, если вы заметили, что же тут не так. Кто из вас тут внимательный? Ну, это же просто ё-моё. Короче, ставьте лайк, если заметили, что тут не так. Сфоткал сына с учительницей? Какого сына? И вообще, скорее всего, фоткал папа. Мам, а вот Артёмке родители деньги дают за учёбу. За пятёрку тысяча рублей. За четвёрку 500 рублей. За тройку отнимают 500 рублей. За двойку отнимают тысяча рублей. Ну и много Артёмка заработал. Нет, он сейчас на автомойке долг родителям отрабатывает. Да, вообще не очень выгодные условия, если ты троечник Артёмка. Короче, Артёмка, если ты меня смотришь, учить хорошо и не работай на мойке. Оказывается, если назвать сына Бронислав, то можно сокращенно звать его Бро. А если у тебя батя тоже Бронислав, то батя с сыном могут общаться, типа, «Здорово, Бро!» И он ему, «Здорово, Бро!» «Как дела, Бро?» «Окей, Бро!» Идея для романтика. Берёшь лепестки роз, раскидываешь их по ванной, чтобы она была закрыта лепестками. Наливаешь воды, сжигаешь свечи, выключаешь свет. Потом берёшь, покупаешь живую рыбу в ленте. И раков. И кладёшь их в воду. Зовёшь девушку и наблюдаешь. Кто-то пишет, «Звонили из ада, спрашивали ваш номер телефона». Мне кажется, после такого романтика вряд ли девушка останется с тобой. «Наша первая квартира, зато своя», Дамир пишет. «Унитаза не хватает», Константин пишет. «С унитаза фотографирует». «Ну ладно, подумаешь тесно, зато недорого». А вот это очень милая картинка, смотрите. «Марионетка, управляемая бабусей, кормит белку». Круто. Да что-то фоткает стоит. «Лучше и не скажешь». «От отношений нужно испытывать такие ощущения, как будто деньги с банкомата снимаешь». Кто-то пишет, «А не ипотеку оплачиваешь». А это кофе с жабой. «Порой просто необходимо остановиться, сесть и хорошенечко проораться». «А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А». Ну, я пытался прочитать мем. Блин, сейчас кто у меня есть дома, наверное, подумает, что я дебил. Чё я ору. «Когда постельная, выбирает муж». Очень креативненько. Блин, я бы такое себе хотел. Смотрится стремно, но прикольно. Вот теперь красиво. Ну а что, спортивная полоска на машине. Правда, обычно спортивные полоски делаются вдоль машины. Ну и так сойдёт. «Угадай цвет». Я могу угадать название машины. Мне кажется, это АКА. Глядя на этих парней из колледжа, я жалею, что мода изменилась, Кира пишет Глядя на современных модников, хочется ослепнуть Да, современные модники это... Ну ладно, не будем комментировать, это их дело, но это короче хрень какая-то Бананас Интересно, какие тогда ананасы? Да мне интересно узнать, какие тогда вообще всё остальное, не только ананасы Автобус едет в... ну в общем интрига, говорит нам мем Ладно, автобус едет в жопу Чтобы попасть на приём к врачу, нужно в 20 градусов мороза в 5 утра занять очередь за талончиком в поликлинику И вот уже 7.30, талон твой, а время приёма где-то на 14.45 Удобно-то как? А главное, уже ничего не болит, отмёрзло всё нахрен Я помню, так было раньше, сейчас хотя бы можно записаться онлайн вместо этих долбанных, блин, талончиков РЖД заменит полки в плацкартных вагонах на капсулы Ожидание? Реальность Вообще, зачем полки? Просто вон, лёг наверх, туда, где багаж, и спи там И понюхал, и поел И от хулиганов отбился И вышел, и подработал гаишником Ну, типа это жезл Не оценила Ай-яй-яй Только представьте, сколько стоит такое количество роз Если одна роза стоит примерно 150 рублей В Саратов В Саратове нашли бомжа-терминатора Фото В Саратове 19-летняя девушка родила 12-летнего мальчика В Саратове собака пристрелила человека В Саратове 12 кошек съели хозяина видео В Саратовской пятёрочке среди овощей лежал мёртвый мужчина Ну его нахрен от Саратов, там и без меня капец творится После разминки на физре Это нет, это когда ты первый день пришёл в какую-нибудь спортивную секцию Крутые тачки притягивают кисок А об эту тачку ещё можно и когти поточить А потолок Очень удобно Как погода? Дует лёгкий ветерок Хотели милого мишку? Получили толстого зайку Ну, можно ещё чуть-чуть поднадуть его Хотя я помню, у меня был такой шарик подобный С фигурой какого-то животного Я пытался его надуть, и почему-то хобот там что-ли был у слона Он никак не надувался В итоге он лопнул Вот такая вот интересная история Батя фигни не скажет Ты реально за 1,5к стрижёшься? Ага Давай я тебе бесплатно постригу А потом буду как урод ходить? Не, пап, спасибо Да ты и так как урод ходишь, только за 1,5к Не как урод, а как современный модник Ты что, батя, это же... Круто, наверное А ты чё там фоткаешь, что ли? Так, что это за животное? Ты обиделась, что ли? Нет Ну не ври Не вру Если бы ты не обиделась, ты бы так не отвечала Да не обиделась я Честно? Да Всё, мне 06% зарядки, потом поговорим Телефон садится, отстань, козёл Это ваш первый прыжок? Да А как вас зовут? Вера Прыжок Веры Мальчик, сделаю домашку заранее Мужчина Я сделаю домашку перед уроком, всё равно успею Мужчина, если ты мужчина и делаешь домашку перед уроком в школе, то ты очень странный мужчина Потому что дохрена мужчине учиться в школе, взрослому Что за бред? Тебя что, оставляли на второй год 50 раз? Или 10? Лень Психосоматический признак исправности, выработанного в процессе эволюции механизма интуитивного распознания бессмысленности выполняемой задачи Короче, если вам говорят то, что вы лентяй, вы ленитесь, вы должны сказать, типа, нет, я не ленюсь Я просто интуитивно понимаю, что то дело, которое вы мне поручили, бессмысленное И поэтому мой организм противится его выполнять Ништяк, а? Чё вам это скажут? Ну если вас о чём-то попросила мать или батя, то вам просто дадут леща и скажут, делай, блин Ладно, ребят, спасибо за просмотр Всем улыбок, удачи, хорошего настроения Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик Посмотрите мои другие ролики, у меня их много В общем, всем всего хорошего и пока-пока